В ходе видеоселекторного совещания, проведенного 28 июня текущего года по вопросам повышения урожайности хлопчатника и увеличения экспорта текстильной продукции, главой государства было поручено до конца года привлечь в отрасль 50 иностранных брендов. Тему продолжит материал о практических результатах обозначенных задач на примере Ташкентской и Самаркандской областей. Для привлечения крупных игроков рынка, иными словами, брендов в нашей стране сделано многое. Среди важнейших достижений международная коалиция Cotton Campaign отменила байкот на узбекских хлопок. В его основе признание полного искоренения в Узбекистане детского и принудительного труда, проведение структурных реформ. Но перед ответственными лицами стоят и другие задачи к исполнению. 28 июля на видеоселекторном совещании по мерам повышения урожайности хлопчатника и увеличения экспорта текстильной продукции глава государства поручил привлечь к производству большее количество иностранных компаний и всемирно известных марок. Главный фактор, позволивший нам выйти на рынок Европы, это сильная политическая воля главы государства. Ведь для этого было сделано многое. Это и преференции в рамках GSP+. Это таможенные льготы под нулевой процент. Льготы по логистике. Расходы покрываются на 70%. Это большая экономия. Кроме того, в зоне повышенного внимания усилия по получению международных сертификатов качества, а отмена байкота на узбекский рынок в разы повысила интерес к продукции из Узбекистана. Торгово-промысленная палата и ответственные лица укрепляют контакты с зарубежными партнерами. Как результат, в Узбекистан начали входить новые бренды. Сначала испанская компания Inditex, владелец крупных сетей магазинов. Затем LCY Kiki. С недавних пор большой интерес проявляет и польская компания LPP, которая представляет целый список брендов. Цифры говорят сами за себя. Например, данная компания в Ташкентской области была основана еще в 2016 году. Объем экспорта прошлого года 16 миллионов долларов. В этом же году планируется увеличить показатель до 25 миллионов. Это семейный бизнес. Мы владеем пятью модными брендами и работаем с 25 странами мира. Наши основные торговые точки расположены в Восточной Европе. Кроме того, у нас есть офисы продаж Германии и Великобритании. Реализуются наши новые инвестиционные проекты в Саудовской Аравии и Израиле. Нас знают как представители продукции самого высокого качества, надежного партнера в швейном бизнесе. После того, как бойкот узбекского хлопка был отменен, мы решили изучить, какие возможности у таких компаний, как наша, есть на узбекском рынке. Мы здесь первый раз. Мы действительно впечатлены. Потенциал огромный. Компетентность высокая. Мощностей достаточно. И качество превосходное. Сейчас узнаем местные цены. Я думаю, нам нужно время. Но мы довольны результатами развития текстильной отрасли вашей страны. Как владельцы пяти брендов, мы ищем производителей одежды разных стилей, и поэтому мы здесь. Я считаю, что вам нужны профессиональные маркетологи, способные направлять взгляды наших потребителей. Акционерное общество Самарканд Апарел экспортировало готовую продукцию на 800 тысяч долларов. Евросоюз под известным брендом Engelbed Strauss. Сейчас мы отправляем готовую продукцию во Франкфурт, Германия. И оттуда товар будет распределяться по всему миру. К сегодняшнему моменту мы отправили в общей сложности продукцию на 800 тысяч долларов. До конца года мы планируем увеличить данный показатель до полутора миллионов долларов. И это только лишь по одной номенклатуре товара. Что касается продукции North Face, мы будем отправлять это в Южную Корею. Заказы оттуда поступают стабильно. Каждый год в течение месяца они готовы покупать по 56 тысяч штук футболок. На сегодняшний день на это были привлечены 26 миллионов прямых инвестиций. Дополнительно заключили договора на 35 миллионов долларов. И сейчас мы заказали необходимое оборудование. К реализации утвержден новый проект. По итогам трех лет объем инвестиций составит 55-60 миллионов долларов. В будущем страна намерена увеличить объем экспорта секстильных товаров на 4 миллиарда долларов. И в качестве фидбэка, благодаря тесному сотрудничеству с иностранными брендами, планируется выйти на отметку в 10 миллиардов долларов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...